Итак, какие у вас там открытия? Что вы? Все прочитали? Ну, кто был вчера? Итак, отправители и получатели. Кто там у нас? Все, видите? Стандартное введение, фраза. Как приветствие выглядит? Благодать и мир, да? Мы вчера говорили, что Павел комбинировал греко-античную традицию приветствия, хайре, радуйся, радоваться. Ее переформулировал в библейскую, харис, благодать. И соединился с еврейской традицией приветствия в мир, шалом, да? Благодать и мир вам. Это уже его такое новаторство. Благодарение. За что он благодарит? За что он благодарит? Знаете, уже в благодарении у нас есть информация об этой церкви, да? Уже есть информация об этой церкви. Благодарить за их веру, за любовь, надежду, их подражанию Павлу. Они подражатели Павла, да? И несмотря на гонение, то есть мы уже понимаем, что там есть какая-то проблема. Потом с второй главы по третью описательная часть, да? Это основная часть. С четвертого по четвертой по пятой, по пятую главу, два старых стих, такая увещевательная. 2.1.12. О чем говорит Павел? Там у вас такой блок есть, да? Сразу? О чем говорит Павел? Да, он показывает здесь, вводит свой пример, ставит себя как пример. В 12 стихах 2 главы. Пример поведения Павла среди фессалоникийцев. Вот интересно, вначале он сразу предлагает себя за некий образец. Сейчас распечатаются таблички, там уже я запомнил. Хорошо, дальше что у нас идет с 13 по 16 стих. Снова, мы говорили, что не всегда идет стандартное последование. Еще одно благодарение. Здесь за что он благодарит? Ага. Опять, смотрите, в принципе повторяется тема, которая была в начале, то есть это уже наводит нас на мысль. Уже немножко знаем контекст, уже представляем, о чем идет речь. Павел очень вдохновлен их жизнью, их поведением, несмотря на действительно серьезные гонения и преследования. А, принтер не цветной, да? Я тут распечатал карту, там есть карта, еще один документик, миссионерские путешествия. Тут я не учел, что цветные линии там, то есть это бессмысленно тогда. Тогда вот там документик есть, второе путешествие Павла. Ни-ни, в папке 1 и 2 фессалоникийцам. Там есть папочка 1 и 2, именно папка, не ворта. Есть, да? Нету, да? Что-то я уже глюкнул. Хорошо. Получили, да, таблички? Итак, давайте мы так просмотрим сейчас структуру посланий. Дальше. Вторая глава, 13-16 стих. Павел, благодарение. Павел снова благодарит, что они приняли Слово Божье. Рад, и это выражается в благодарности Богу за их верность. Хотя мы ощущаем, вот второй раз повторяется контекст гонений. Они находятся в состоянии гонений. Затем Павел говорит, что он хочет прийти к ним вновь, но не позволяют какие-то обстоятельства. Однако Тимофей их посетил и принес ему хорошие новости. Здесь об этом пишется с 3 главы, с 1 по 13 стих. Затем в 4 глава 1, 12, видим, речь идет, то есть Павел идет блок или как раздел увещевания. Павел увещевает жить жизнью угодной Богу в святости и любви. Потом больше идут наставления о дне Господнем и ободрение быть готовым к пришествию Иисуса Христа. И вновь там идут этические и практические наставления для жизни в общине. Заканчивается послание молитвой об освящении, краткими практическими увещеваниями, краткое приветствие общения и благословение. В принципе, вот этот стандартный лекал для всех посланий. Единственное, мы вчера отметили, что плюс-минус некоторые разделы могут сдвигаться, перемешиваться, либо повторяться. В данном случае два раза благодарение. Уже сам обзор послания к фессалентистам показывает некоторую ситуацию, которая была в этой церкви. Церковь там была основана, когда Павел был во втором, так называемом, второе миссионерское путешествие. Город Фессалоники, он и сегодня второй по величине город в Греции, и тогда был достаточно известным городом. Он был основан в 315 году до нашей эры одним из генералов армии Александра Великого. Город тогда был значимый, достаточно серьезный, но его особенность в том, что там была еще синагога. В предшествующих городах, в некоторых городах, где был апостол Павел, синагоги не было. Часто вот, помню, в литературе по миссии прошлого века, часто говорили, что у Павла была такая стратегия. Это сразу идти в крупные города. Многие миссионеры взяли себе за такую вот стратегию, что сначала нужно захватывать города, а потом уже погнали наши деревенские. Когда город захвачен, уже можно. Но такое впечатление, что Павел, во-первых, он посещал те места, которые были удобны с точки зрения транспорта, передвижения, коммуникации и прочих. Но кажется, что в первую очередь шел туда, там, где были синагоги. Поэтому стратегия города-миллионники как-то не совсем вписывалась в стратегию Павла. Для наших, может быть, миссии, задач, это может быть удобно, действительно, областные центры, города, туда вся жизнь стекается. И социологи говорят, что, я уже не помню, через сколько лет, 60-70% населения земли будет жить полностью в городах. Хотя сейчас уже там, мы видим большое движение города. То есть, такой вот мир урбанизируется. Ну, если мусульмане, ну, такие экстремисты, они разрушат всю европейскую инфраструктуру и американскую, и не превратят это все в обычный мир. Ну, я просто предполагаю, что при таком развитии Европе долго не устоять. Ну, лет 30, 40, 50, и вся эта мощная цивилизация, которая была построена, то есть, у меня возникают большие-большие сомнения. Но, тем не менее, такие феномены, как Китай, где города просто пакуются, построили пару мануфактур, уже город. Откуда феномен Китая, его поднятие, ну, такого подъема? Он начал, встал на рельсы капитализма. У капитализма есть одна ахиллесовая пята. Это дешевый рабочий труд. То есть, это как бы и его сила. Ему, в первую очередь, нужно, чтобы был дешевый рабочий сил. Но это может быть и слабостью его. Но, в данном случае, очень дешевая рабочая. И мне рассказали, города просто строятся вот так вот. И город. Пошлили, поработали, закончили, город закрылся. Ну, так образно. Поэтому наш мир другой, наш мир городской. И, может быть, в наше время это действительно очень стратегичные города. Потому что ехать в деревню, в село, открывать там церкви, ну, такой перспективы большой для этой церкви не будет. Если это не такая, знаете, хорошая колхоз, там, работа, люди там остаются, молодежь остается, то, в принципе, да. Ну, так видим, что тенденция, все равно молодежь старается поехать поближе к туда, к городам. Но Павел, видимо, посещал, в первую очередь, такое впечатление, что искал, где есть евреи. Об этой церкви мы читаем в книге Деяния Апостолов, 17 глава, с 1 по 13 стих. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они достигли Фессалоники. Там была еврейская синагога, пишет Лука. Павел, как обычно, пришел к ним, эта фраза, как обычно, указывает, что для него это была вот его стратегия. Как обычно, он шел к своим. Как обычно, он шел там, где есть его братья. Как обычно, там, где есть синагога. Пришел к ним и три субботы подряд объяснял и доказывал им на примерах из Писания, что помазанник Божий, ну, или Мессия Божий, должен был после многих страданий воскреснуть из мертвых. Иисус, который я вам возвещаю, и есть помазанник, говорил он. И некоторые из них поверили и примкнули к Павлу и Силе. Поверило, кроме них, и большее число язычников, почитающих единого Бога, а также немало знатных женщин. Но возмущенные евреи, прихватив с собой несколько негодяев из городской черни, собрали толпу и взбунтовали весь город. Они ворвались в дом Ясона и потребовали выдать им Павла и Силу, чтобы отвезти их в народное собрание. Не найдя их, они потащили городским властям самого Ясона и еще несколько братьев. Эти люди перевернули верном весь мир. Теперь они пришли к нам, кричали они, и принял их себе Ясон. Все они нарушают законы Цезаря, говоря, что есть другой царь, Иисус. Услыхав такое, народ и власти были встревожены и отпустили их только после того, как Ясон и все остальные внесли залог. Как только наступила ночь, братья переправили Павла и Силу в Берию, там они прошли в еврейскую синагогу, опять они пошли в синагогу, видите. Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли говорит Павел. Многие из них поверили, поверило также немало знатных греческих женщин и мужчин. Но когда евреи в Фессалонике узнали, что Павел возвестил Божью весть и в Берии, они тоже явились туда и стали сеять смуту и подстрекать червь. Вот контекст, вот типичная картина. С одной стороны, Павел приходит в город, находит синагогу, как обычно, по порядку, его принимают, дают возможность три богослужения подряд, три субботы подряд проповедовать. И он проповедует. Использует при этом Писание. Использует Писание. Какое-то количество людей принимает эту весть, принимает его Евангелие, но начинается возмущение. Здесь очень интересно, дальше чем мы подойдем, ну, будем рассматривать Павлову весть, все. Давайте посмотрим реакцию возмущенных евреев. Какое обвинение они выдвигают против Павла? Вот смотрите, что интересно. Да, ну, Лука как бы показывает намеренно, помните, что община учеников повторяет историю Иисуса. Повторяют. Ну, вот интересно само возмущение евреев. Ну, во-первых, они говорят, что эти люди перевернули весь мир дном. Да, то есть, ну, вряд ли в начале служения Павла, то есть, весь мир там был потрясен. Но это такая вот преувеличение, да, для них. А может быть и это не только риторика, да, то есть, так усилить проблему, но может быть их психологическое состояние. Знаете, когда мы упакованы в каком-то мире, то есть, наш мир уже так, есть четкая разметка, четкие границы, четкое представление. И как что-то приходит и что-то пытается поменять, у нас наш мир рушится. То есть, мы теряемся в этом мире, мы нам психологически, мы испытываем какой-то дискомфорт, да. И можно, с одной стороны, они где-то лукавят, то есть, или как бы это усиление усиливает, может быть, действие. Но это вскрывает их внутреннее состояние, потому что их, такое ощущение, что их мир рушится, потому что такие вещи начинают говорить. В какой-то степени для них мир переворачивается вверх дном. Первое. Второе. Мы видим, что они говорят о том, что они нарушают законы Цезаря. С каких-то делов и интересов евреи пекутся о законах Цезаря, о законах Римской империи. Говоря о том, что есть другой царь, да, Иисус, они, смотрите, что делают, они подставляют, то есть, реально подставляют здесь апостолов. Потому что они им тут шьют дело политическое. Слушай, из всех контекстов, даже помните, когда история Пилата, Пилат смотрел на все эти разборки, как внутренние еврейские разборки, там, первосвященники, Иисус, он говорит, говорит, у вас есть закон, вот там ими занимайтесь, да. Но они там тоже там чуть-чуть, нет у нас, он же ваш царь, нет у нас царя, кроме Цезаря, это у Иоанна, это же просто с ума можно сойти от такой заявочки. Тут получается примерно такая же картина. Они подставляют апостола Павла просто по полной программе, потому что это политическое заявление. В Римской империи при такой тоталитарной системе и культа императорам, немножко поговорим, в Риме и в Фессалониках сказать, что люди настроены на то, что они провозглашают кого-то другим царем, это как минимум речь идет о каком-то бунте, о каком-то восстании, о каком-то, то есть, это дело серьезное. Там есть для этого наместники, римские чиновники, которые должны за всем этим следить. То есть, какая подстава просто, реально. Ну, видим, что городские власти в этом деле немножко так лучше, наверное, разобрались, так же, как и это было в Каринфе. В общем, все нормально. Ну, братья решили, лучше не это самое, ну, дело не доводить там до конца, потому что все может быть, и ночью они вообще ушли. И верийская или в Берее синагога, она как бы контраст к Фессалоникам, да. Что интересно, ну, тоже идет следующий эпизод, история в Берее или в Берии, как в синагогальном, и видим контраст. Две синагоги, да. Но те оказались более такие скрупулезные, то есть, да, и мы видим, что они начали изучать Писание, смотреть, сравнивать. То есть, и да, согласилась. Здесь очень важно такой, Лука нам показывает контраст. Не всегда реакция была такой. И, может быть, он показывает позитивный пример, как все-таки, когда люди достаточно хотят услышать и открыты, искренне, они могут этот прочесть. Поэтому можно сделать такое вот из этого пассажа, из этой истории, как начиналась Фессалоникийская церковь, такой маленький вывод теологичный, что принятие вести, это не всегда принятие или непринятие Писания. Это в целом нежелание услышать что-то, потому что видно, что такие вот обвинения, притом, ну, сфабрикованные, сразу подставав в такой вот политические, ну, области, говорит о том, что люди недостаточно искренне и, то есть, не готовы к честному, конструктивному, как мы сейчас говорим, диалогу. Да, то есть, окей, хорошо, вы учите какие-то вещи, давайте нам расскажите. И берийская синагога, она контраст, она показывает, что хорошо. Они взяли, приняли, взяли Писание, исследовали, проверяют, точно ли говорит Павел. Все нормально, то есть, это конструктивный, открытый диалог, давай проверим. Они посмотрят, нет, что-то здесь не так, окей, Павел, ты загнул. Тут же видим, что какие-то другие мотивы, и вот это вот, что они перевернули весь мир дном, скрывает эту проблему, что действительно что-то посягается на наш мир, привычный уклад жизни, все нормально, все классно. Таким, наверное, был потрясающим или по силе потрясение Иисус в Галилее и в Иудее, в Палестине. Что что-то такое вот новое, что-то такое приходит, что просто потрясает. Вот такой контекст, контекст этой истории, основание этой синагоги, церкви. Там была синагога. В принципе, проповедь Павла была успешной, потому что приняли, приняли весть, часть евреев приняла весть. И скорее всего, что большинство потом людей, которые последовали за Павловым учением, проповедью были люди-язычники. Потому что из контекста видно, что такие моменты больше типичны или характерны для неевреев. Вопрос в том, кто это были за язычники. Частично, скорее всего, те, кто, как они называются в Деянии апостолов, боящиеся Бога. В Фессалониках был стандартно культ императора. Со времен августа был учрежден такой культ императора, что император Цезарь есть божественная персона. Отсюда мы говорим августейшие особы, особенно когда в царских, но здесь даже больше. В принципе, это пик или психология тоталитарной или очень сверхавторитарной власти. Она себя всегда обожествляет. С очень древних времен. Фараон был сыном Бога, был образом. Он был Бог, в принципе. Многие потом уже императоры или цари Бавилонской империи, то есть они имели такое уже, они как небожители. Вот почему Ветхий Завет или Моисей спорит с этим. Когда он говорит, особенно в первой главе книга Бытия, что сотворил Бог человека по образу своему и подобию своему. И для нас это нормально, мы привыкли, и мы больше уходим уже исходя или от традиций, может быть, равенских толкований или отцов церкви, что речь идет о нашей конституции. Всегда вопрос был в богословии и христианской философии, что значит человек как образ и подобие. И мы там, ну что значит его, личностная природа, да, то есть это значит разумность, духовность, моральность и так далее, и так далее. Но если мы прочтем эту историю на перекрестке тех историй, которые были в те древние времена, то есть в контексте Египетской империи, в контексте Бавилонской империи, все зависит, как мы будем датировать этот текст. То может быть стоит прочесть или видеть эти слова в этих контекстах, когда люди не парились о том, какова конституция человека, когда мы говорим об образе и подобии Божьем. И мы видим, что как в Египте, так и в Авилоне и в Риме, но это просто более позднее, царь, когда император расширял свою империю, он устанавливал свои изображения. Как вы видите, демут и целен, да, вот это вот образ и подобие, это синонимично. Конечно же в истории церкви отцы церкви очень красивую сделали фишку, когда они интерпретировали образ и подобие. То есть красиво, но вряд ли это исходит из экзогетики. Под образом они понимали ту вот потенцию, которая заложена в человеке, чтобы развиться в подобии Бога. То есть образ это то, что заложено в человеке, а подобие то, чем он должен стать, подобный Богу. Красивая идея, очень классная, но вряд ли она исходит из самого текста. Поэтому образ и подобие в принципе это синонимы и изображения императоров, императора были по всей империи. Что же они символизировали? Они символизировали, что эта земля принадлежит этому императору, этому царю. И она показывает, кто есть. Поэтому на монетках изображался какой-то правитель. То есть это вот это вот изображение, то есть это манифестация. Манифестация власти, манифестация силы. Но по-настоящему образом и подобием Бога, например, в Египте это был сам фараон или царь, император в Вавилоне. Не просто люди. Поэтому шкала бытия, шкала устройства мира в те времена была простая. Были боги на вершине мироздания, потом царь, который должен эту волю богов воплощать на земле. Он их наместник, он сын Божий, он образ Бога, он и сам Бог в некоторых данных случаях, как в Египте. И может быть, когда Бог посылал Моисея и дал ему Аарона, что он будет при устах. Может быть, он сделал его равным фараону, потому что фараон как Бог. Кто такие вообще? Поэтому Моисей переписывает эту историю. Он перекраивает. Первая глава книги «Бытия» это, по сути, демифологизация всех мифов древних. То есть она подрывается мифом, потому что мифы закрепляли власть императоров, царей и фараонов. Они закрепляли власть. Поэтому маленький штришок, что человека сотворил как образы и подобия. Не царя, не династию. Так как это было от человека. Их различие этого человека только в одном. Мужчину и женщину сотворил их. То есть обычный человек есть манифестация Божьей власти на земле. С этого начинается история Израиля. История Израиля претендует быть историей всемирной. Библейская история. То есть образ Бога в данном случае показывает, что Бог проявляет себя через своих, через людей, через свой заветный народ. Через каждого человека. Вот это вот, а тоталитарная власть, она выстраивает, она нуждается, чтобы себя как-то оправдать, защитить какими-то мифами религии, какой-то теологии. Поэтому в богословии Израиля, в богословии Танаха, в богословии Библии есть демифологизация все это. Подрыв, деконструкция этого мира показывает, что нет, нету никаких царей, как богов, или сыновей богов, или образов богов. Есть каждый человек, обладая достоинством образа и подобия бога. И мужчина, и женщина. И вот Моисей подрывает существующий мир. Мир, который написан в мифах, и мир, который репрезентуется в империях и в государствах. Ну и видим, что психология власти, она, вспомните сталинский период, ну как вспомните, по фильмам, кто по истории. Вожди, Ленин, изображение. То есть такое впечатление, что это старое архетипическое поведение тоталитарной власти. В устанавливать свои, то есть проявлять себя, чтобы была манифестация, чтобы человек себя чувствовал маленьким. Вот примерно вот такой вот культ императора был в Риме для того, чтобы человек понимал, частью какого космоса он является. Потому что для древних космос состоял из богов, и это был один большой, огромный социум. Но империя хотела доказать больше, она хотела подчинить человека. Вот почему в месопотанских, в месопотанских или хананских, ну в общем этих близне-восточных мифах, сотворение, люди были сотворены с одной целью, служить богам. По сути это маленькая калька на то, что для чего простой народ служить дворянству, служить, знать и служить вот теми, кто там вот на небесах, ну чуть ли не в поднебесии. Потому что мифы оправдывают существующую реальность. То есть Ветхий Завет подрывал весь этот мир. Царству мира сего, да, противостоит царству Бога. И Израиль должен быть тем, кто заявит об этом миру и покажет, какая власть есть истинная. И Евангелие Иисуса Христа, Евангелие апостолов продолжает вот эту деконструкцию мира. Но не просто в политическом, то есть они вообще, то есть это не новая какая-то политическая партия, да, а просто правда об этом мире, что полностью абсолютной властью в мире обладает Бог и Творец. Власть он свою проявил через Бессию и Иешуа. И вот этой власти следует покориться. Власть политическая, конечно, чувствовала угрозу для себя. Религиозная тоже, но тем не менее. И вот с этой вестью апостол Павел пришел к Фессалонику, не ставя специально перед собой задачи делать революцию в Римской империи. То есть нет, но евреи сумели, они чувствуют, они как бы это близко им. Они понимают это. И вот они сыграли вот на этих таких вот двойных вот значениях царства Божия. Что с одной стороны его можно как раскатать в плоскости политической, и тогда можно одержать победу в споре. И вот культ императора. Были еще некоторые мистерии в этом городе. То есть и Павел говорит там вначале, что вы отвернулись от идолов, да, служения. То есть люди, которые попали в эту церковь, наполняли, они как минимум участвовали, все должны были участвовать в культе императора. Единственное, что были евреи освобождены от этого поклонения. Но все остальные, другие могли быть, поклоняться или участвовать в разных мистериальных культах, которые были там. Кабиру, Сераписа, Осирису или Изиде, то есть там было много. В отечественный мир был целый гипермаркет всяких религиозных мистериальных культов. И в этом городе Павел встретил сопротивление. Все, это такой маленький контекст. Еще раз, еще немножко о культе императора. Он нам очень важен, потому что культ императора станет, язык культа императора очень важен для понимания этого послания. Особенно его, так называемого, малого апокалипсиса, то есть той картине мира, которую рисует Павел, когда говорит о Парусии, то есть возвращении Иисуса Христа. То есть есть два таких термина, которые вам следует запомнить, потому что вы будете их встречать. Керигма, керигма, это греческое слово, это провозглашение. И Парусия, возвращение. Керигма, да, это греческое слово, керигма, возвещение или провозглашение, проповедь. Парусия, это возвращение или пришествие. Парусия. Сдумяюсь, Парусия. Ну, в принципе, не важно, сколько есть. Парусия, это возвращение или пришествие. То есть эти термины вы просто можете встречать в литературе, просто мне будет легче тогда, когда мы говорим, керигма апостола, значит, в чем суть его вести, да, или когда мы говорим о Парусии, то есть будет речь идет о пришествии или возвращении. Так вот, это очень важно, язык культа императора, очень важно понимать вот в контексте Парусии, возвращения или пришествия Иисуса Христа. Цель послания. Сейчас себе открою послание. Павел, скорее всего, ну, по всей видимости, написал это письмо с Коринфа, куда он пошел после. Да, Фессалоник. Когда услышал, ну, его желание было поддержать, воодушевить верующих, живущих там сейчас, в этом городе. В первой главе с 9 по 10 стих в общих чертах можно увидеть, в чем суть керигмы, или возвещения проповеди апостола Павла, обращенную к язычникам. По сути, это самое первое послание. Вот смотрите, апостол Павел, самый первый, можно сказать, самый первый богослов, который начал писать. То есть до того, как появились там другие тексты Нового Завета, Павел уже настрочил там, в принципе, весь Новый Завет. Хорошую его половину, может быть, все зависит от разных тенденций к датировкам. Марка там датирует до 60-го года, 60-м годом, скорее всего, может быть, оно было позже. Но даже если Марк был написан где-то в этот период, там 50-е и 60-е годы, Павел написал раньше. Апостол Петр, там два послания, там послание из корпуса Иоанна, это очень позднее, там Иуды, Якова, ну, Яков, может быть. Но это самый ранний богослов, который, самые первые тексты, это апостола Павла. А это послание самое первое. Мы можем, исходя из этого послания, уже увидеть, какова была керигма апостола, то есть, каковы основные элементы его проповеди и возвещения, и уже как его богословие звучит вот на таких ранних этапах. Плюс, так как это аудитория или адресаты послания все-таки большая часть, там были евреи, но большая часть язычники, показывают, как Павел, из чего состояла проповедь Павла уже не евреев. Все время было проще. Достали Тору, Танах и читаем. Там же вопрос экзегетики, уже вопрос Медраж, там вся эта техника интерпретации. А как говорят с язычниками? Поэтому это послание очень интересно увидеть ранее, да, ранее, вот как вот зрело богословие апостола Павла. Хотя, конечно, то, что есть в текстах, не всегда то, что есть в голове, потому что в голове всегда больше. Ну, хуже, когда в книгах больше, чем в голове. Но, тем не менее, то есть это первый образец. Это то, что мы можем видеть, в чем состоит богословие Павла на раннем этапе. Хорошо? Ну, к нему приступим после перемен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!